Я сейчас расскажу на бесстятях многочленов Чебышева и рациональность того же самого косинуса. Вернее, с многочленами Чебышева, но без вот этих вот соображений делимки. tkd от косинус 2π разделить на n. Все понимают, что это косинус 2πk делить на n. k пробегает значение 1, 2, 3 и так далее. Нормально это? Нормально, это изъявление. Если вот это число рациональное, то тогда все они тоже рациональные. Согласны? Отлично. Давайте я нарисую правильный n-угольник с центром в начале координаты. Нарисовал. Вот есть точка 1. Вот есть вот у нас угол. Это n-угольник. Что? Это n-угольник, да. 2π делить на n. Ну, я вам не знаю, чему равно n, поэтому там угол 2 раза 2π делить на n и так далее, и так далее. Ребята, смотрите, что мы сейчас только что доказали. Что абсциссы всех этих точек – рациональные числа. Согласны? Да. Косинус – это абсциссы. То есть все эти абсциссы – рациональные числа. Отлично. Давайте у всех них войдет общий знаменатель. То есть, понятно, да? Наименьшее общее кратное всех знаменателей. И всю картинку в соответствующее число раз увеличим. Что у нас тогда получится? Окружность какого-то огромного радиуса. И точки, вершины правильного иноугольника будут уже с какими? Абсциссами? С целыми. С целыми. А теперь задача из союзных олимпиад. Может быть, кто-то из вас ее уже видел. Нельзя. Кроме как вот в этих исключительных случаях, там, когда n равняется 3, 4, 6, кроме как в этих исключительных случаях, нельзя нарисовать правильный иноугольник, чтобы у него вершины лежали бы на параллельных прямых. На бумаге в линейку невозможно нарисовать правильный n-угольник. Понятно? О чем я сказал? Вот. Оказывается, доказать это очень несложно. Смотрите. Вот предположим, что мне удалось... Ну, вот здесь был где-то начало координат. Мне удалось нарисовать n-угольник так, что у него вершины все имеют целые... Ну, я не знаю, как, но как-то так, да? Что у него все вершины имеют целые координаты. Возьмем всю эту картинку, повернем на угол 2π разделить на n. Вокруг вот этой точки. Что при этом произойдет с многоугольником? Когда его поворачивают на n-ую часть от 360-ти точек. Он переходит сам в себя. Что произойдет с этой системой прямых? Она повернется. Правильно? И у нас на плоскости появится решетка. Давайте я ее нарисую. У нас на плоскости появится... Значит, была система прямых. Вот эта вот вертикальная... Нарисую так, вот система прямых, да? Они все были на расстоянии 1, друг от дружки, и вершины многоугольника на них лежали. Она повернулась. Это означает... Я не понимаю, подкажу точно углом, но что-то вот такое. Это означает, что возникло разбиение плоскости на такие параллелограммы. Согласны? Была система и повернулась. Так вот, если у нас имеется правильный n-угольник, который умудрился так расположиться на плоскости, что вершины оказались вот в этих узлах, то оказывается, можно воспользоваться методом бесконечного спуска. Для того, чтобы это сделать, нужна одна простая важная лемма. Значит, представьте себе, что у нас есть два узла решетки. Неважно, какие. Не обязательно они в одном привилограмме, потому что какие-то два узла А и В. И какой-то другой узел С. Лемма. Если отложишь вектор АВ от точки С, то получишь точку тоже в узле. Абсолютно очевидно. А мне больше у вас не надо. Значит, это общее свойство такой вот решетки. Ну и вообще, слушайте, как любая такая решетка получается? Кстати, в нашем случае она даже из ромбов состоит. Согласны? На самом деле мне это абсолютно не важно. Потому что факт, который я доказываю, он для любой параллелограммной решетки верен. То есть, если вы берете на плоскости любой параллелограмм, и его многократно прикладываете по вертикали, сам к себе, получается такая полоса. А потом эту полосу продолжаете, и, ну понятно, да, в другом управлении. То вы всю плоскость можете так разбить на параллелограмму. Согласны? Вот это и называется решетка. Так вот, у решетки есть великое простое свойство. Что если берешь любые три узла решетки, А, Б и С, и от узла С откладываешь вектор А, Б, то попадешь тоже в узел решетки. Согласны? Да. Отлично. А вот сейчас я вам докажу, что косинус 2π разделить на 5 является числом иррациональным. Господа, для этого нужно всего лишь нарисовать правильный пятиугольник. И в предположении, что его вершины оказались в узлах решетки, указать правильный пятиугольник меньшего размера. Показать? Или сами догадаетесь? А, звездочка. Да, звездочка. Конечно, звездочка нарисовала. Полодцы. Ну, у меня криво немножко нарисован, но ничего, надеюсь, проще. Господа, вот эта штука, это трапеция. Согласны? Ну, диагональ параллельной стороне. И вот эта штука тоже трапеция. Значит, это что такое? Рог. Это рог. А значит, если вот эти пять точек, это узлы решетки, то и эта точка тоже узел. Значит, что надо взять? Вот это надо взять в качестве точки А, это в качестве точки Б, а это С. Если отложишь вектор АВ от точки С, то попадешь куда? В узел решетки. Договорились? То есть, на плоскости с рациональными, ну, нельзя нарисовать даже, да, совершенно верно. Ну, собственно, и все. Не, ну, в смысле, что надо, понятно, нарисовать ее до конца, да? Про каждую вершину сказать то же самое и сказать, что у нас получился меньшего размера правильный пятиугольник, у которого все вершины в узлах решетки. После этого нарисовать еще меньше, потом нарисовать еще меньше, еще меньше и так далее. И так до тех пор, пока это все не станет по размеру меньше, чем расстояние между, ну, понятно, есть некоторая конкретная величина, меньше которой не бывает расстояние между узлами решетки. Вот, а когда эта штука станет совсем маленькой, то получится противоречие, что они даже все разные узлы, но слишком близко. Данечка, все понимаете? Отлично. А для любого, для большого, я не знаю, не совсем. Давайте я попытаюсь вам нарисовать правильный многоугольник с достаточно большим количеством сторон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, может быть, он кривоват, но я хотел нарисовать девятиугольник. Так, господа, вот он есть. Да, его невозможно изобразить на плоскости, чтобы все вершины были на решетке. Но почему? Ответ, да, очень просто. Если вот эта точка А, вот эта точка Б, а вот эта точка С, то по нашей лемме вот эта точка будет чем? Узлом. Узлом. А теперь мы берем и то же самое делаем, ну, везде рисуем. Узел, узел, ну, я не знаю, насколько мне получится красиво, но смысл понятен? Ударь. Узел, узел, это самое, узел, чуть-чуть осталось, узел, и здесь, в общем, девять штук, как должно было быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, вроде девять, да. Важно, что он по размерам меньше. Он по размерам меньше, а все его вершины должны у нас быть в узлах решетки. Таким образом, метод бесконечного спуска срабатывает. Согласны? Метод бесконечного спуска срабатывает, и получается, кстати, в кванте есть на этот счет очень разумная статья Егорова, прямо так и называется. Решетки и правильные многоугольники. О том, ну, вот, что я и пересказал. Там, конечно, материал немножко больше, чем я и рассказал, но, но тем не менее, главный момент этой статьи я сейчас рассказал. Продолжение следует...